Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Вопрос касается того, что автор вопроса признала другому человеку, что та является родственной идущей. Наговорила комплиментов, а та в свою очередь замолчала. И вот автор вопроса накручивается, почему она замолчала, у них была тёплая переписка, неужели из-за этого можно прекратить общение? Такой вопрос. Ну, что хочется сказать. Во-первых, наверное, нужно отметить, что такие слова действительно являются серьёзными для некоторых людей. И некоторые люди всерьёз могут считать, могут думать, что такими словами, ну, бросаться нельзя. То есть это вот то, с чем, ну, чаще всего можно столкнуться. То есть, да, вы как бы человеку признаётесь в своих чувствах, да, в своих, скажем так, в своих ощущениях. Как вы вот чувствуете. Но человек, оказывается, к этому не готов. Либо начинает думать, что после этих слов общение, например, уже не может быть, ну, таким, как раньше. И, в общем-то, отстраняется, отстраняется, отдаляется как-то. Вот. Вот. Я думаю, что как раз таки, с точки зрения психологии, никак объяснять такое поведение нельзя. Потому что правила профессиональной этики нам запрещают обсуждать этих лиц. Я думаю, что вы не просто так признались в идее, а в этом, я думаю, что не просто так вы сейчас себя накручиваете. Потому что, ну, для вас это очень важно. И заранее прошу меня извинить за тавтологию, но важно увидеть то, что вам важно в этом. То есть вы говорите, например, что вы пытаетесь представить, что вам кто-то это писал. Ну, и чтобы вам кто-то это писал, вы пытаетесь представить. Но представить не можете, потому что вам никто не писал. Вот. Соответственно, с учётом того, что вы с ней общались чуть по всему, только по переписке, с учётом того, что вы стесняетесь, стыдитесь своих, ну, переживаний, я должен сделать такое предположение, что вы, ну, вот, на неё направили тот вот свой поток любви, который вы не направляете на себя. Вот. То есть тебе вы чего-то не додаете, на себя вы принижаете, например, и обесцениваете. А вот как раз этого человека вы выбираете в качестве объекта, объекта для своих эмоций, для своих, эм, так скажем, эм, ну, чувств. Вот. И, вот, на это, наверное, нужно обратить внимание, вам, своё, на это. Что для вас это значит и как вы воспринимаете то, что она замолчала? То есть, ну, совершенно очевидно, что вы на ней фиксируетесь. Вот. Совершенно очевидно, что вы её как бы, ну, что-то вроде идеализируете, да? Что-то вроде идеализация здесь происходит. И, само собой, что ничего хорошего в идеализации человека нет. Вы его делаете особенным. Вот. А он может, в принципе, ну, не быть особенным человеком. Сам по себе. Ну, и тут вот в том, как вы, например, пишете про Бога, да, есть как бы ощущение, что вы вот сами ответственны за свои действия, да, вы сами ответственны за свои вот, значит, ну, поступки, да, ну, как бы, ну, не сказать, что бы, что берёте. Вот. То есть, есть ощущение, что сложно вам это делать. Есть ощущение, что тяжело вами берёт ответственность за свои действия. То есть, вы вот написали, потом удалили, то есть, вот такая какая-то история здесь происходит. Вот. То есть, явно вы себя как-то обесцениваете здесь. И вот с этим, на мой взгляд, в первую очередь, и нужно работать, чтобы снизить вот этот градус, скажем так. напряжение, которое сейчас вы ощущаете, чтобы это на вас как-то вот не давило так сильно, чтобы на вас это не было так значимо. Вот. Кроме того, в том, что вы пишете относительно родственной души, ну, сестры и родственной души, да, если, вот как мне видится, есть такое желание как будто слиться, раствориться в другом человеке. То есть, что вы не одна. Что вы не одна, что вот как-то вот всё у вас, условно говоря, хорошо. Например. И с вами, ну, может быть, вам всё в порядке. То есть, вы окей. Опять же, может быть, я не прав. Вот здесь. Но выглядит это именно вот так. Таким образом это выглядит. И работать, на мой взгляд, вам нужно с этими моментами, с этими аспектами, вот, которые являются в данном случае следствием ваших внутренних конфликтов и внутренних противоречий. Вот такая вот история, на мой взгляд. Если вам больно, то чувство боли можно помочь вам прожить. Вот. Психолог, опять же, вам в этом поможет. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!